Павла Степановича Нахимова называли душой Черноморского флота, а Владимира Алексеевича Корнилова его мыслью и волей. В торжественном митинге в честь 212-летия вице-адмирала участвовали работники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, школьники и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Я учусь в легендарном городе Севастополя. Здесь было много таких выдающихся адмиралов, флотоводцев, как Ушаков, как Корнилов и многие другие. Мне хочется продолжать их путь. Не всем известно, но путь Корнилова в историю был не из прямых. На морскую службу молодого легкомысленного парня отправил отец моряк на перевоспитание. И Владимир вскоре доказал – героями не рождаются, ими становятся. На корабле «Азов» его учителем стал сам Михаил Петрович Лазарев. Именно, да, Михаил Петрович Лазарев однажды из его каюты целую стопку французских романов забрал, выкинул за борт, а взамен он принёс ему книги по навигации «Морскому делу». И когда уже в октябре 1827 года он прошёл первое боевое испытание, он командовал двумя орудиями на корабле «Азов» во время Наваринского сражения, и вот уже тогда Михаил Петрович Лазарев увидел, что его учёба, которая прошла, уже даёт свои плоды. Во время Крымской войны Владимир Корнилов стал одним из организаторов и руководителей обороны Севастополя. Создал линию береговых укреплений, усилив её артиллерии и флотскими экипажами. 5 октября 1854 года защитник города был смертельно ранен ядром на Малаховом кургане. «Отстаивайте же Севастополь!» – эти слова были его последним напутствием потомком. Пройдёт ровно 160 лет, и легендарная фраза вновь сплотит сотни тысяч патриотов в борьбе за мирное небо и светлое будущее. В дни русской весны наклейки с этим призывом виднелись по всему городу. Вот этот стикер, который вёл нас в Россию, благодаря которому мы сделали то, о чём мечтали все 23 года. Мы вернулись в Россию. И здесь записаны слова вице-адмирала Корнилова «Отстаивайте, Севастополь!» Это дань вице-адмиралу Корнилову, это дань севастопольцам, это наша обязанность, это наша память». Истинный героизм Владимира Корнилова в первую оборону города оценивали не только далёкие потомки. Современники отзывались о нём с глубоким уважением и не позволили памяти о его мужестве затеряться в глубине веков. На месте гибели Владимира Алексеевича Корнилова Павел Степанович Нахимов повелел выложить крест из ядер. Он стал первым памятником прославленному адмиралу. Скульптурная композиция здесь появилась 40 лет спустя. В годы Великой Отечественной войны памятник работы талантливого скульптора Ивана Виталий был уничтожен захватчиками. Восстановить его удалось в 1983 году. За основу взяли модель, сохранившуюся в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. В 2018 году монумент ждёт реставрация. Мы ещё к реставрации данного памятника не проходили, а сделали только заключение. Всё дело в том, что памятник Корнилова, так же, как и памятник Нахимова, он покрашен. Поэтому мы провели обследование, провели наследование с помощью специалистов-реставраторов научно-исследовательского института реставрации город Москва. Нам выданы рекомендации, и в этом году мы будем заниматься реставрацией всех мемориальных обозначений. Кроме того, буквально через пару месяцев по левую сторону от памятника Владимиру Корнилову руководство музея планирует открыть мемориальную аллею. Её украсят бюсты защитников города-героя. Наталья Данилова, Михаил Журавский, Денис Александрович, Севинформбюро.